Можно начать, Андрей Олегович? Я думаю, да, можно запустить запись. И начнем мы с того, что разберемся, что же такое цифровая история и для чего она нужна. Искусство рассказывания истории называется сторителлингом. Слово появилось совсем недавно у нас в языке, но все чаще и части о сторителлинге говорят не только в образовании, но уже и в библиотечной практике. Главный принцип сторителлинга – это то, что лучший способ рассказать какую-то интересную историю, лучший способ сделать доклад, презентацию, передать знания – это рассказать какую-нибудь интересную историю. Но, вероятно, мы по долгу своей службы когда-то все были сторителлерами, только об этом не знали. Например, на мероприятиях в библиотеке мы же стараемся как-то заинтересовать слушателей, рассказать им что-то интересное, поэтому, вероятно, такой опыт у каждого из нас был. Ну вот о таком особом направлении в обучении, в образовании и не только, а о сторителлинге начали говорить несколько лет назад. И даже появилось особое направление сторителлинга, которое называется сторителлинг цифровой или диджитал сторителлинг. Вообще, что же такое цифровая история? И, в частности, история, которая представлена в сети. Много разных находили признаков такой истории, что же она такая интересная. Ну, во-первых, это история, которая происходит с каким-то персонажем. Это может быть конкретный человек сам рассказывать, какая-то известная личность. Либо это может быть даже неодушевленное лицо. Например, мы рассказываем историю какой-то книги. Во-вторых, история – это обязательно какие-то перемены, которые происходят с героем, с главным действующим лицом. Это какая-то последовательность событий. Даже вот если продолжить пример рассказа о книге, то мы свой рассказ выстраиваем, например, от общего к частному. Каким-то образом факты располагаем в какой-то логической последовательности. То есть это тоже своеобразный сюжет. Главный признак истории хорошей – это эмоции. Статья из Википедии вряд ли можно ее назвать хорошей цифровой историей. А вот если история побуждает человека сопереживать, испытывать какие-то эмоции, удивление, негодование, радость, сочувствие – это признаки хорошей истории. Эмоциональная составляющая – это очень важная вещь в цифровом сторителлинге. Потому что просто передача фактов, их перечисление – это не история. Ну и, наконец, цифровой сторителлинг не обходится без сервисов Web 2.0, которые как раз и помогают рассказать о персонаже, передать сюжет и вызвать эмоциональный эффект присутствия человека в этой истории. Сейчас в интернете очень много разных сайтов, на которых представлены интересные интернет-истории, различные с участием интересных персонажей, с использованием большого количества медиаконтента. Мне, например, нравится проект, который называется «Арзамас». Это портал, который посвящен культуре и искусству, где представлены интересные цифровые истории, посвященные литературе, искусству, философии, истории. Очень интересный сайт. Я вам ссылочку положила в чат. Вы можете по ней пройти, посмотреть, как он выглядит. Наверняка многие из вас с ним сталкивались и используете в своей работе. Я вам буквально несколько таких интересных цифровых историй из этого портала сейчас тоже в чат отправлю, чтобы вы имели представление, как это может выглядеть. Конечно, это сделано профессиональными программистами, профессиональными исследователями, учеными, но это очень интересная цифровая история, которую, мне кажется, стоит использовать в работе. Это вот о Булгакове я вам цифровую историю поставила и о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Цифровую историю на Арзамасе – это такие небольшие курсы из нескольких лекций. Ну, кроме лекций, которые читают здесь ученые, лекции, конечно, интересные, не что-то там такое скучное и занудное. Нет, действительно, очень интересные лекции. Здесь есть много дополнительных материалов, рецензий, справочных заметок, как раз длинных статей, фотографий, видео, фрагментов кинохроники. В общем, все-все-все, чтобы максимально погрузить читателя в атмосферу, вот тот самый эффект внутри истории, эмоционального сопереживания вызвать. Вот весь этот контент, он как раз на это и направлен. Поэтому прорекламировала проект Арзамас, но это правда, сайт, который действительно очень интересный. Чаще всего, когда говорят о сторителлинге, о цифровом сторителлинге, говорят о том, что основной жанр здесь – это, и даже не жанр, а точнее будет сказать, что это формат. Формат лонгрида. Тоже слово англоязычное, от английского «long read» – длинное чтение. Лонгридами называются длинные сообщения, в которых рассказывается история со всеми подробностями. Человека погружают внутрь истории читателя и рассказывают ему практически все-все-все, что можно только рассказать по этой теме, об этом герое, максимально подробно и максимально интересно. Вот этот жанр, вот этот формат проник в журналистику несколько лет назад и с тех пор пользуется большой популярностью, а сейчас еще и в образовании и в библиотечной практике. Началось все в 2012 году, когда на страницах журнала «Нью-Йорк Таймс» появилась вот такая статья, я вам сейчас ссылку дам на нее, называлась она «Сноуфол», «Снегопад», «Падение снега». Ее и сейчас можно увидеть, по ссылке можно пройти, посмотреть, как она выглядела, эта статья. Для 2012 года статья вызвала взрыв интереса, хотя вот на сегодняшний момент мы бы, наверное, не слишком удивились, увидев ее в интернете, а по тому времени это был действительно прорыв. Таких статей, таких ярких статей было очень мало, а это вот стало настоящим событием в журналистике. Рассказывалось в ней о горнолыжниках, которые погреблены под снегом из-за схода лавины в горах США. Чтобы погрузить читателей в эту историю, создатели этой статьи добавили сюда видео, фото, комментарии участников, плюс для того, чтобы эмоционально погрузить, еще 3D-модель гор добавили. Одно время там еще было извывание в юге на заднем плане у этого лонгрида. В общем, получилась очень эмоциональная, очень интересная цифровая история. Говорили о том, что посещаемость через неделю этой публикации 3 миллиона визитов и 3,5 миллиона просмотров. Это огромные, конечно, цифры. Одновременно публикацию могли читать 22 тысячи человек. Самое главное в этой публикации все-таки был качественный текст. Ну и плюс дополнительный медиа-контент помогал погружаться в историю, рассказывать интересное ее. Почему я так об этом рассказываю? Дело в том, что как раз после этой статьи Snowfall стал именем нарицательным. И Snowfall стали называть как раз вот такие длинные цифровые истории, которые позволяют погрузиться в происходящее и дают очень подробную информацию. Но как-то название не слишком прижилось. И со временем перешли к другому термину, который мы знаем сейчас. Лонгридами стали называть такие публикации. И, конечно, все сейчас усовершенствуется. Публикации уже стали намного более техничными, более совершенными, еще более насыщенными. Например, я обратила внимание на публикации издательского дома «Коммерсант». Я вам ссылочку отправила. Лонгрид называется «День, когда началась война». Это звуковой лонгрид, он озвученный. Если вы сейчас по ссылке пройдете, то сами в этом убедитесь. Это очень интересный материал. Даже нельзя сказать, что это история. Это настоящий спецпроект. Когда это все рассказано настолько эмоционально, не только текст работает, картинка, но и видео, воспоминания участников, аудиосоставляющие. В общем, все направлено на то, чтобы заинтересовать читателя, чтобы он погрузился в эту атмосферу. Почему же мы сейчас в условиях клипового мышления и просмотрового чтения говорим о лонгридах и о том, что они сейчас популярны? А это действительно так. Действительно востребовано, действительно популярно. Лонгридами делятся в социальных сетях, рекомендуют их друг другу. И в поисковых запросах на первых местах как раз идут лонгриды. Оказывается, здесь несколько условий. Во-первых, это увлекательная история, которая интересует читателей и не дает им оторваться. Это герои, это детали. Хороший текст, понятный, полезный, интересный, тоже удерживает внимание. Конечно, фото и видео, это в обязательном порядке. Различные способы создать эффект присутствия. Это карты, это ленты времени, интерактивные плакаты, которые можно нажимать, интерактивная инфографика, анимация и много-много другого медиа-контента. Все это не дает заскучать во время просмотра. Ну и, наконец, чередование форматов тоже не делает чтение скучным. Можно читать не всю статью, а выбирать отдельные блоки, то, что вас интересует. Поэтому лонгриды сейчас довольно популярное чтение и в медиажурналистике, и в библиотечной практике тоже. Особенно это актуально, если у библиотеки нет своего блога или сайта. Но можно создавать яркие красочные публикации и без блога и сайта, публиковать их в сети и распространять среди читателей. А уж темы для лонгридов всегда можно найти. Рассказывать о судьбах интересных писателей, поэтов, художников, музыкантов, об интересных книгах, об истории создания. В такой лонгрид можно добавить не только историю создания, но рассказать подробнее о героях, об их прототипах, вставить ссылки на электронные библиотеки, на экранизацию произведений, какие-то ленты времени, добавить кугл-карты «Путешествуем с героями» и многое-многое другое. Тут фантазия совершенно не ограничивается. И лонгрид сейчас может создать практически любой, даже если вы не журналист и не программист. Большое количество интернет-сервисов есть в сети. Я насчитала более 10, вполне возможно их еще больше. Я выбрала, на мой взгляд, который можно каким-то образом применить в библиотечной практике, и сейчас постараюсь о них рассказать. В большинстве своем все сервисы, которые работают на создание лонгрида, они строятся по модульному принципу, такой принцип кубиков, конструктор. Мы выбираем разные кубики, информационные блоки, расставляем их в определенном порядке, и у нас получается лонгрид. Все сервисы достаточно простые, они как раз предназначены для людей, которые не являются профессиональными программистами, и которые хотели бы получить минимум, затратить минимум усилий, но при этом получить максимум результата. И первый сервис, о котором несколько слов я скажу, называется он СМО. Сейчас я вам ссылку в чат отправлю по ходу, чтобы… Извините, не отправляется, вот. Чтобы можно было представить, это ссылка, рассказ небольшой об огне борту. Как раз я буду посылать в чат ссылки работ, созданных преимущественно библиотекарями. Интересный сервис предназначен для создания мультибедийных флайеров и небольших медиасообщений. Все созданные работы в этом сервисе можно встраивать на странички сайтов и блогов, делиться в социальных сетях. Сервис не бесплатный, бесплатно можно создать три цифровых истории, три небольших лонгрида, но остальное уже будет за плату. В истории можно добавить разные информационные блоки. Вот, пожалуйста, список блоков, которые сюда можно добавить. По картинкам видно, что в такую медиаисторию мы можем добавить и текст, и картинку, и аудио. EmbedLink – это ссылка на какой-нибудь встраиваемый объект. Можно опрос добавить, галерею из нескольких фотографий, видео, кнопку с гиперссылкой. Вот что касается био, это, например, о каком-нибудь известном человеке рассказ с указанием его координат. Можно использовать, например, для рассказа о писателе. Event – это больше уже для каких-то рекламных страничек. Блоки очень простые, вы просто щелкаете по нужному вам блоку, открывается окошко для редактирования. Например, я выбрала текст, у меня вот такое окошко открылось. Здесь просто минимум всевозможных кнопок. Вы набираете текст, его можно немножко форматировать, увеличить шрифт или сделать его более жирным. Ну и после этого он у вас в публикацию готовую добавляется. Быстро, просто, сервис достаточно стабильно работает и подойдет для небольшой статьи о книге или для рекламы. Это совершенно спокойно можно использовать. Единственный может быть недостаток, то, что здесь не очень большое количество сервисов, шрифтов поддерживают кириллицу. Тут уже надо на практике смотреть. А так это все очень достаточно красочно смотрится и отлично подходит к работе. Еще один сервис – Stempsi. Хотя он и российского происхождения, но, как ни странно, с английским интерфейсом. Вот все сервисы, они в большинстве своем, за исключением одного, о нем в самом конце уже буду рассказывать, они все в основном англоязычные и всем, кто только начинает работать, я всегда советую пользоваться Google-переводчиком для адаптации сайта, для того, чтобы в нем меньше трудностей возникло. Большинство из них Google-переводчики отлично переводятся, можно пользоваться. Вот это касается и сервиса Stempsi. Можно перевести его на русский язык, можно работать так, потому что здесь, в принципе, все достаточно просто. Сервис бесплатный, создает неограниченное количество публикаций. После регистрации мы начинаем создавать наш лункрит, выбираем обложку и приступаем к добавлению контента. Вот перед вами как раз список того, что можно добавить. Тексты, фотографии, в том числе и во весь экран можно добавить. Что значит коллекция? Это несколько фотографий, объединенных в фотогалерею. Музыку сайта SoundCloud и видео с сайта YouTube. Фотогалерея до 10 фотографий может быть. Получается достаточно красочная работа, я немножко отвлеклась. Ссылку я вам отправила, можете посмотреть, как это выглядит на практике. Каждой фотографии еще можно дополнительный комментарий добавить, если это необходимо. Большой плюс, что это тоже очень быстро все работает, и лункрит буквально создается за несколько минут. Если уже все материалы подготовлены, то это действительно из таких кубиков складывать лункрит очень быстро. Единственный здесь недостаток, кому плюс, кому минус, мне, например, не очень это понравилось, то, что здесь вообще нет форматирования текста. То есть изначально задан какой-то шрифт и какой-то размер. И сделать шрифт больше-меньше или как-то его еще модифицировать уже не получится. Приходится вот манипулировать только одним шрифтом, и единственная разновидность – это заголовок. Он будет немножко побольше и пожирнее. Вот это единственный минус, который я нашла в сервисе Атака. Очень приятный для работы и интересный. А о сервисе Сутори я рассказывала на прошлом вебинаре, если кто-то там был, то я рассказывала о том, что сервис позиционирует себя как сервис для создания лент времени. Хотя на самом деле здесь нет особой привязки к датам. Вот как раз на экране я вывела кусочек, фрагмент публикации про белого медведя. Сейчас я вам ссылку на полную эту публикацию тоже в чат отправлю. Если не привязывать даты к каждому событию, то получится интересная мультимедийная история. Сейчас попробую вам ее в чат отправить. И вы можете посмотреть. Я максимальное количество блоков попыталась использовать, чтобы представить все возможности этого сервиса. Здесь можно, как вы видите, и видео вставить, и фотографии, и тексты, и аудио добавить. Еще тут есть возможность добавления различных игр и викторин. И такой интересный блок «Did you know? Знаете ли вы? Интересные факты» тоже можно отдельно. Если использовать функцию приглашения к совместной работе, то можно еще организовать и форум, и с участниками обсудить какую-то проблему. Когда я рассказывала на прошлом вебинаре, сервис был еще бесплатный. Вот буквально на днях он монетизировался, к сожалению. Добавились новые блоки, в частности, вот блок «Embed» добавился. Он позволяет добавлять теперь встраиваемые объекты. Среди тех объектов, которые можно встраивать, например, это презентации Google, презентации Prezi, различные контенты социальных сетей, например, из Инстаграма или из Твиттера. Но вот, к сожалению, сейчас есть только бесплатная демо-версия, она работает 30 дней. После того, как демо-версия заканчивается, у вас остается возможность добавлять только изображения и тексты. А остальные встраиваемые объекты будут уже недоступны. Ни видео не добавить, ни какие-то игры, опросы. К сожалению, все это будет уже не работать. Однако 30 дней можно попробовать. Это интересный сервис, достаточно быстрый для освоения. Я вот, в частности, нарисовала тут формы для добавления разных инфоблоков, текстового блока и викторины. Как видите, тут ничего особо сложного нету и очень быстро все осваивается. Давайте перейдем к другому сервису и поговорим о том случае, когда мы хотим создать лонгрид на основе фотографий. Например, это актуально, когда вы создаете какой-то рассказ о виртуальном путешествии, какую-то виртуальную экскурсию по родному краю или по стране, или вообще по литературным местам, например. Если у вас есть большое количество фотографий, вы хотите каким-то образом создать фотоисторию, я вам рекомендую обратиться к сервису MyAlbum. Получается очень красочно. Я вам ссылочку опять послала в чат, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит на практике. Сервис позволяет создавать 5 цифровых историй бесплатно. Это может быть не слишком много, но работает действительно интересно. Что можно добавить в такую историю? Вот эти инфоблоки, которые сюда добавляются, фото и видео, тексты, карты. Можно добавить различную справочную информацию. Она здесь называется информация для туриста. Но туда можно добавить какие-то цифры, факты и так далее. Можно добавить иконки. Если вы рассказываете о каком-то месте, если у вас лонг-рид такой географического плана, то можно и о погоде написать, о высоте над уровнем моря. А скорость означает, как добираться до этого места. То есть такой для виртуальных экскурсий очень подходящий сервис. Вы просто выбираете нужный блок, щелкаете потом в любое место вашего лонг-рида, и там образуется форма для заполнения. Вот я, например, с правой стороны нарисовала вам два блока, текстовый и карту. Вы просто стираете текст, который здесь уже набран, набираете свой, а вместо карты добавляете свое изображение. Таким образом работаете по готовому шаблону. Все блоки можно менять местами, переставлять их, просто перенося мышью с одного места на другое. Достаточно красочный интересный сервис, но My Album говорит сам за себя. Это сервис для создания фотоисторий в основном. Еще один сервис тоже ориентирован на фото, но не только. Вообще его используют профессиональные фотографы для портфолио и для рекламирования себя. Но в том числе можно и для библиотечной практики, почему нет, рассказывать интересные истории. Я попробовала, у меня вот получилась небольшая история про музей Арктики и Антарктики. Называется этот сервис «Экспошоа», и тоже он не абсолютно бесплатный. Бесплатно можно создать три цифровые истории, хотя в них можно добавить очень много чего. Кроме текста и фотографий, и группы фотографий, сюда добавляются еще ссылки, карты, видео, аудио, контент из соцсетей. И совсем недавно появился еще один блок, называется он Embed. Вот такими вот он обозначен с кубочками треугольными. Встраиваемые объекты можно добавлять по коду. Можно попробовать, возможно не все коды будут поддерживаться, но, допустим, презентацию Prezi или Google можно, я думаю, вставить совершенно спокойно. Или тем более видео с YouTube. Все очень просто, у вас открывается окошко, вы выбираете один из четырех блоков, какой вам больше нравится. Текст, группа фотографий или единичная фотография, в этом случае она на весь экран у вас растянется. Либо последний блок, где-то социальные сети и встраиваемые объекты. А затем просто заполняете шаблон, стираете текст, который там был и вставляете свой текст. Для работы в этом сервисе лучше использовать, если вы растягиваете на весь экран фотографии, фотографии высокого качества, ну максимально, чтобы это все смотрелось очень симпатично. У меня не все такие фотографии получились, но это мой первый опыт. Я думаю, если задаться целью, то можно сделать действительно интересную публикацию. Особых минусов у сервиса нет, он работает достаточно стабильно, интересно. Текст минимально форматируется, шаблонов здесь не очень много, но этого в принципе достаточно для работы, если необходимо быстро и красиво и качественно создать интересную историю. Продолжим дальше наш обзор. Расскажу вам о сервисе, который малоизвестный. Называется он StoryBuilder. Я о нем узнала совсем недавно тоже, попробовала протестировать. Сейчас покажу, что у меня из этого получилось. Ссылочку отправила в чат. Сделала небольшую историю о библиотеках мира, необычных библиотеках мира. Сервис интересный, необычный, главное, что бесплатный. Хотя немножко запутанная навигация. Поскольку обучалок на русском языке не нашлось, ну и на английском тоже их было немного, пришлось осваивать все самостоятельно. И на первых порах действительно в навигации можно немножко запутаться. Хотя когда уже понимаешь принципы работы, потом уже становится быстро. Если вы когда-то писали в блок или ввели блок, то принципы работы примерно похожие. То есть вы выбираете информационный блок, а внутри как пост оформляете содержание этого блока. Вот блоки, я их в красную рамочку выделила. Embed Online Media позволяет добавлять встраиваемые объекты. Fullscreen Media – это фотографии на весь экран или видео на весь экран. Image Slide Show – это фотогалерея из нескольких фотографий. Ну и текст, соответственно, текст. Чуть внизу есть кнопочка Audio Track. Она позволяет озвучивать блоки в вашей цифровой истории. Это замечательная функция, на мой взгляд. Вот она мне больше всего понравилась в этом сервисе, потому что ни в одном другом я такой функции не увидела. А вообще можно попробовать. Я на будущее сделаю себе заметку, что хотелось бы сделать звуковой лонгрид озвученный. Вот как раз с помощью этого сервиса, мне кажется, это возможно. После того, как вы создали какой-то информационный блок, вы внутри уже начинаете его редактировать. Ну вот формы тоже похожи на посты в сети. То есть вы даете название, заголовок, а дальше какой-то текст вносите. Причем в текст можно добавлять ссылки, можно его форматировать, оформлять цитатами, добавлять внутри текста маленькие изображения. Здесь достаточно большое количество возможностей для форматирования текста. Медиа и изображения видео меньше форматируются, но они загружаются или с вашего компьютера, или по ссылке. Например, видео по ссылке из YouTube можно загрузить. У сервиса достаточно много возможностей. У него есть функция Collaborate, функция совместной работы. Ее тоже можно использовать по электронной почте, рассылаете ссылку на вашу работу другим участникам, они регистрируются в сервисе, и вы совместно можете работать над одной публикацией. Для совместной работы это отличное свойство. Сервис хорошо подходит для любых медиа историй. Не только фото, но если у вас много различного медиа контента, можно его так вот интересно оформить. Но, опять повторюсь, немножко времени все-таки потребуется для освоения сервиса. И вот как раз о блогах заговорили, и в связи с этим два сервиса я нашла, которые одновременно сервисы и одновременно блогоплатформы. Сейчас, чтобы писать в сети, совсем не обязательно создавать блог. У кого-то есть, у кого-то кто-то только начинает это делать, а сейчас максимально все упростилось. Сейчас можно блог вообще не создавать. Вы просто заходите на одну блогоплатформу, начинаете создавать свои истории. Они у вас потом со временем организуются в коллекцию, и у вас получится свой блог. Даже не нужно быть дизайнером, выбирать название, дизайн вашего блога. На блогоплатформе все максимально упростилось. Вот пример такой блогоплатформы, который позволяет создавать цифровую историю Medium. Блогоплатформа бесплатная, количество публикаций не ограничено. Вы можете ее использовать для разовых акций. Можно постоянно в ней писать, у вас будет целая коллекция постов. В такую историю можно добавить текст, фото, видео, ссылки и встраиваемые объекты. Вот так выглядит. Вы просто регистрируетесь. Регистрация здесь по аккаунту в социальных сетях. Вообще это платформа от создателей Твиттера. Если у вас есть уже аккаунт в Твиттер, то вам даже регистрироваться не надо. А если нет аккаунта, то через Facebook, через Google+, или по старинке через адрес электронной почты вы здесь регистрируетесь. Тут же вам предложена вот такая вот белая страница. Здесь написано title, название. Дальше tell your story. Сюда вы начинаете вписывать текст. И дальше нажимаете плюсик, чтобы добавить в нужный момент какой-нибудь встраиваемый объект. Вот у вас открывается справочное окошко, и у вас интересуется, какой медиаобъект вы хотите вставить. Фото, видео, встроить что-либо, или просто отделить одну главу лонгрида от другой. Сейчас я вам ссылочку добавлю, чтобы не быть голословной. Это вот как раз лонгрид, созданный библиотекарем. Это у Николая Гумилёва небольшой рассказ. Созданный на платформе Medium. Но я тоже попробовала, что у меня получилось. Тоже сейчас отправлю. Такая краеведческая будет ссылочка. Про северное сияние. Актуальная тематика. Как раз в Мурманске началась. Эпоха северного сияния. Ну вот, попробовала о нем написать. Чем хорош сервис? Практически всем. Здесь все очень просто, максимально просто. Здесь все достаточно хорошо работает, очень хорошо организовано. Может быть, затруднение может вызвать только английский язык, я думаю. А все остальное достаточно просто. И вы тут же можете посмотреть по ходу, как ваша история будет выглядеть. После того, как вы нажимаете кнопку Publish, она у вас опубликована. И вы можете делиться ссылками. Есть тут еще такая интересная фишечка у этого сервиса. Называется Private Notes. Они созданы для того, чтобы коллективную работу устраивать. По созданию цифровой истории. Когда вы только ее создаете, и еще не опубликовали, вы можете ссылкой предварительной поделиться на эту историю с другими участниками. Пригласите их в соавторы. Им тоже нужно зарегистрироваться. И после этого они получают доступ к вашей статье. И могут по ходу создавать вот эти вот самые Private Notes. Такие заметки на полях. Я бы их назвала. Нет. Коллективная работа бесплатная в сервисе. Я попробовала, сама себе прокомментировала. Все работает. Private Notes отставила. Эти заметки видят только автор и соавторы. То есть в основном редактирует работу, конечно, автор. Соавторы не могут внутрь этой работы поместиться, стереть, что им не нравится. Нет. Они по ходу оставляют свои заметки, помогают, добавляют материал. И потом уже автор, смотря по этим заметкам, исправление вносит. Это хорошо подходит для коллективной работы, например, если несколько соавторов. Один пишет, вторые ему помогают, добавляют. После того, как работа опубликована, Private Notes уже не работают, зато все читатели теперь могут комментировать. Если вы наведете сейчас курсор на какое-нибудь слово в этой статье, то увидите, там облачко всплывет. Вот вы можете прокомментировать любое слово в статье, любую картинку, любой абзац, оставить свой комментарий или в конце статьи, или вот так вот по ходу. Хорошая блогоплатформа, очень удачно она работает. Единственное, что я бы не советовала блогоплатформу использовать, если вы работаете в детской библиотеке и создаете публикации для детей. Потому что все-таки там есть реклама и сбоку, и в конце публикации. Реклама не всегда, скажем так, 6+, может быть, и что-то более серьезное. Поэтому, чтобы не избежать нареканий, все-таки в детских библиотеках лучше находить сервисы, которые без рекламы работают. А вот в Medium, к сожалению, рекламы не избежать. То же самое касается его русскоязычного собрата. Это, я бы сказала, платформа такая, более попсовая. Medium, он более серьезный, все-таки история. Это больше развлекательная история. Хотя вот я нашла там раздел «Культура», и в нем есть довольно интересные статьи. Не всегда бесспорные, но интересные. Поэтому, собственно говоря, для работы тоже можно использовать и создавать там цифровые истории. Вот ссылку я вам отправила про Питера Брейгеля. Небольшая статья, публикация. Здесь тоже все очень просто. Даже, видите, дизайн немножко похож. Тоже белая страница, тут же заголовок. Печатаете текст, все на русском языке. Это русскоязычная блогоплатформа. Можно добавить в текст картинки, видео, ссылку и точку на карте. Вот встраиваемых объектов тут, к сожалению, не пристроить. А все остальное хорошо работает. Зато у этой платформы есть большой плюс. Она, опять-таки, позволяет организовать коллективную работу. Но здесь уже как соавторы вы приглашаете их по электронной почте. И они уже могут редактировать прямо всю вашу статью. Вот если кто-то работал с Google Документами, вот примерно по такому принципу здесь все и работает. Вы создаете статью, приглашаете соавторов, и они могут вместе с вами на равных правах ее редактировать так, как считают нужным. Более того, в сервисе по умолчанию стоит вот внизу самая последняя кнопка, кто может присоединиться к моей истории. По умолчанию стоит кнопка «Все». То есть, в принципе, любой читатель, если это оставить вот так, как сейчас есть, то любой читатель может присоединиться к вашей истории и начать ее тоже редактировать. Да, все зависит от контента, а функции, да, согласно с вами, функции почти у всех одинаковые. Но, опять-таки, рекламы здесь очень много. На полях, поэтому, опять-таки, для детской аудитории это не очень хорошо подходит. Но если вы хотите что-то быстро создавать, какие-то посты наподобие блогов, нет, это бесплатная платформа, тоже совершенно бесплатная. Вы можете и как читатель здесь быть, и как пользователь на равных правах. Вообще, все эти блогоплатформы как раз созданы для того, чтобы люди могли почувствовать себя писателями, могли делиться своими историями и максимально просто и быстро рассказывать. Поэтому пользователей у них все больше и больше становится, и пока вот тенденция к возрастанию аудитории. Поэтому можно попробовать. Может быть, вам понравится в них работать. Но мы возвращаемся уже к сервисам, которые на блогоплатформы не похожи. И сервис такой необычный, выпадает из ряда всего, о чем я вам говорила, StoryFy. Сервис, который позволяет создавать такие интернет-дайджесты, добавлять разный медиа-контент из сети интернет. Все, что можно добавить в публикацию, все добавляется по ссылкам. Это может быть и из соцсетей контент, и фото, и видео, и тексты. Аудио, встраиваемые объекты, все добавляется по ссылке. Для регистрации нужно выбирать аккаунт бесплатный, StoryFy Free он называется, я его в красную рамочку выделила. И тогда вы можете работать в этом сервисе бесплатно, создавать неограниченное число публикаций. Может быть, он не слишком красочный, когда вы начинаете в нем работать, но выглядит рабочее поле вот таким образом. С правой стороны страничка с вашей электронной публикацией, которую вы собираете из различных блоков, а с правой стороны те самые медиа-объекты, которые вы будете в нее добавлять. Как это работает? Например, вы нажимаете на значок «Ссылка» и в открывшееся поле вносите ссылку на любой медиа-объект, который вы хотите вставить. Например, фотографию. Она у вас тут же появляется, и вы потом ее просто мышью переносите на страницу своей публикации. Сейчас я вам отправлю ссылку, чтобы это было понятнее, как это выглядит. Вот еще одна публикация, созданная библиотекарем в сервисе StoryFy. И вот таким образом блок за блоком вы все медиа-объекты переносите в главное, в рабочее поле. И здесь их выстраиваете. Их можно менять местами, переносить мышью вверх-вниз и так далее. К сожалению, сразу увидеть, как выглядит ваша медиа-публикация, не получится. Вы просто увидите, в какой последовательности это все расположено. Но зато есть кнопка предварительного просмотра и кнопка паблиш, когда вы можете все это опубликовать и просмотреть в красивом формате. Сервис интересный позволяет создавать такие инфодайджесты, самый разный контент добавлять. Если это все опубликовано в сети, вы это совершенно спокойно можете опубликовать в StoryFy, перенести туда. Сервис работает достаточно стабильно и интересно. Его можно использовать для работы с любой информацией. Еще один интересный инструмент называется он StoryForm. Я бы рекомендовала его для создания каких-то действительно красочных публикаций с большим количеством визуального материала, потому что он очень необычный. Вот ссылочку я вам отправлю. То, что у меня получилось. Тоже о сервисе узнала не очень давно, поэтому первый опыт может быть не идеальный, но попробовала, как это выглядит. LongRead представляет собой не вертикальную простыню текста, как мы привыкли мышью прокручивать, а представляет собой презентацию, такой слайдер, который можно листать. И вот эти слайды презентации, такой по принципу альбома, можно просматривать. На слайды, на странице альбома можно добавлять тексты, фотографии, видео. Можно добавить встраиваемые объекты, например, видео с YouTube, либо какие-то другие материалы. Ссылки можно добавлять. Форма работы очень простая. Вы регистрируетесь здесь. Опять у вас появляется поле, похожее на Medium. Есть заголовок, вы вписываете свой, а дальше уже печатаете историю и добавляете свои медиа-объекты. Я вот одну страничку внизу опубликовала. Если у вас ссылка не откроется, то можно посмотреть, как это выглядит на практике. Вот такая интересная история может получиться. Единственное, что мне здесь не очень понравилось, то, что немножко текст съезжает. Не слишком красиво он расположен, как мне бы хотелось. Но мне кажется, это больше связано с тем, что сервис все-таки адаптирован под латиницу, а не под кириллицу. Что значит одна история в месяц? Это то, что в бесплатном аккаунте вы можете создавать не больше одной истории в месяц. То есть, я создала вот эту историю в октябре. В ноябре у меня есть возможность создать вторую. Ну и, соответственно, в декабре третью и так далее. Ограничения бесплатного аккаунта. Вот такие вот. Если вы планируете работать не очень часто, то это вариант. Можно каждый месяц создавать какую-то интересную историю красочную и радовать своих читателей. Кстати, все картинки в этой истории, они кликабельные. Если вы на них нажмете, они развернутся во весь экран. Немножко интерактива здесь можно увидеть. Здесь минимальные настройки. Текст не очень много форматируется. Можно немножко увеличить его жирность, выделить как интересный факт, вот с такой вертикальной чертой сбоку. Можно добавить ссылочки. Но сервис вообще позиционирует себя как умный сервис. Вы выбираете какие-то инфоблоки, и он тоже вам предлагает несколько вариантов, как их можно оформить. Сделать изображение справа, слева, сбоку, где-то больше, где-то меньше, где-то текст по-другому разместить. Ну вот до 10 шаблонов он тут же вам предложит. Вы из них только выберите то, что вам нужно, и дальше переходите к другой страничке. Среди дополнительных возможностей можно еще залить фоном страничку, сделать ее цветной. Вообще очень красочно получилось, мне понравилось в нем работать. Можно попробовать для красочных историй, почему нет. Интересный инструмент. Еще круче инструмент. Мы уже перешли к таким монстрам в цифровом сторителлинге. Редимак. Он тоже по принципу слайдера работает. Тоже по страничке, которую можно листать. Тут ссылочка очень такая странноватая. Я не знаю, из чата она у вас откроется или нет. Если не откроется, попробуйте ее скопировать и вставить в браузер. Почему-то у меня она вот так вот сходу не открывалась. Зато когда ее вставишь в браузер, все отлично работает. Это как раз отличный такой лонгрид красочный. О, открылась отлично. Лонгрид создан библиотекарем как раз. Рассказывает вот о Клеве Баркере, одном из мастеров ужасных рассказов. Можете посмотреть, тоже очень красиво получилось. Тоже такие листы, презентации, альбомы. У него возможности даже больше. Вот все даже не влезло на слайд, что можно вставить в такую публикацию. Кроме текста, фотографий, аудио, видео, здесь еще есть и слайд-шоу, и контент из соцсетей. Горячие точки означает, сюда можно вставить интерактивный плакат, ссылки. Любые встраиваемые объекты по коду. Практически любые. Я пробовала и Ленинс Эпп, и презентации, еще что-то. Все поддерживаются. Неудивительно, но вообще работает. Все сервисы похожи на Microsoft Sway? Да, в какой-то степени да, похожи. Тут у каждого сервиса есть какие-то свои отдельные фишечки, какие-то отдельные плюс-минус. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше, у кого-то платно, у кого-то бесплатно. Тут уже вы по ходу сами определяете, что вам больше нравится, и где вам удобнее работать. Опросы можно добавить в Redimac. Это вообще замечательный такой сервис. Единственное, что в нем не замечательно, это то, что здесь можно создать только 10 мультимедиа-страниц и объединить их в один альбом. Маловато, конечно, как ни странно, но работать в нем на удивление просто. Создаете публикацию, а дальше через значок «плюс» начинаете добавлять медиаблоки. Тут по картинкам понятно, что означает. Тексты, картинки, видео, аудио, различные формы, слайд-шоу, кнопки с гиперссылками, контенты соцсетей, встраиваемые объекты и опросы. Все работает, все вставляется. Вы дополнительно можете и фон залить, и какой-то свой дизайн выбрать. Вообще-то тут есть шаблоны. Можно работать по шаблону, если вы только-только начинаете. Но, как правило, шаблон не дает всех возможностей. Чтобы совсем все попробовать, можно начать работу с чистого листа. Так будет, наверное, даже интереснее. Сервис интересный, красочный. Согласитесь, работы получаются очень необычные. Плюс, конечно, всех этих сервисов в том, что это все находится в сети. Вы можете в любой момент поделиться. А очень многие работы встраиваются на странице сайта и блога. Если у библиотеки есть сайт-блог, то можно туда пристроить работу. Она там будет очень симпатично смотреться. Ну, и два сервиса с максимумом возможностей. Англоязычный сервис Атавист. Вот так он выглядит. Я выбрала такой немножко нелитературный пример, но выбрала его не случайно, потому что здесь в одной статье собраны практически все возможности этого сервиса. Вы можете увидеть, что там есть и фотографии во весь экран, и маленькие фотографии, и тексты, и карта есть, и даже лента времени вставлена. В общем, сервис поддерживает очень много каких возможностей, и самое приятное, что он бесплатный. Это большой плюс. Как здесь работает? Опять-таки, вы сначала регистрируетесь, затем выбираете обложку для вашей публикации, даете ей название, а потом из инфоблоков начинаете добавлять нужные вам, и как конструктор выстраивать свою историю. Инфоблоки с правой стороны, вот целый список их выведен, можно их отсортировать. Отдельно инфоблоки по изображениям и видео, отдельно по графике, отдельно по страиваемым объектам, и отдельно по разным визуализациям. Всего я насчитала здесь 22 шаблона. Все бесплатные, все можно использовать. Достаточно несложно в нем разобраться, хотя он на английском языке, есть обучалка для тех, кто захотел попробовать. Работать интересно, несложно. Главное, подходит под любые задачи. Если у вас особенно много разного, самого разнообразного медиа-контента, то вы можете его использовать. Среди интересных шаблонов, здесь прежде всего шаблон для встраиваемых объектов, практически любого формата, поддерживает и ленты времени, и интерактивные плакаты, и другие возможные медиа-объекты. Есть еще, например, текст на подложке, красиво, чтобы смотрелся. Есть различные цитаты, фотогалереи. Можно добавить два фото, например, в режиме «Было-стало». И такой между ними будет переключатель, чтобы можно было сравнивать то, что было, то, что стало. Различные кнопки с ссылками, таблицы, диаграммы. Можно экспортировать что-то из социальных сетей, Twitter, Instagram. Несколько вариантов оформления текста. Текст на подложке уже назвала. Можно и как цитату оформлять, и как какой-то интересный факт. Все это бесплатно, все функции возможны. За минимальным исключением, но сервис такой демократичный, что он не настаивает на том, чтобы вы немедленно перешли на платный тариф, как это в некоторых случаях бывает. Он очень демократичный и деликатно интересуется. Время от времени не хотите ли вы перейти на платный тариф. Среди платных функций я, например, нашла добавление звуковых комментариев к фотографиям. Но я думаю, что это не кардинально что-то необходимое. Все остальное, все подходящее для работы, оно все здесь. Вы можете эти цифровые публикации совершенно спокойно публиковать в неограниченном количестве и делиться ими в социальных сетях и с читателями библиотеки. Единственный минус – сервис англоязычный, но вот через Google переводчик неплохо работает. Ну и, наконец, переходим к вишенке на нашем тортике. Сервис Tilda Publisher, который наверняка известен на слуху уж точно. Может быть, вы даже в нем работали или видели сайты и публикации, созданные на его основе. Я вам сейчас ссылочку отправлю. Вот, например, публикация про Ольгу Бергольц. Этот сервис позволяет создавать как истории единичные, как лонгриды, так и целые сайты. Можно несколько лонгридов объединить в один сайт. И получится вот такая, например, работа. Вторая ссылочка – это мастер-класс, как раз из новенького, созданный на платформе Tilda. Вообще, этот сервис ориентирован на журналистов, на людей, которые пишут и создают лонгриды часто, и плюс на создателей сайтов. Причем на создателей сайтов непрофессиональных. Ну вот, видите, как здорово. Мне она понравилась, запомнилась, поэтому я использую ее в качестве примера. Причем для создателей сайтов непрофессиональных, которые не слишком хорошо знакомы с разметкой, но хотели бы создать что-то красивое и красочное. Сервис тоже работает по принципу модулей. То есть вы выбираете какой-то инфоблок, размещаете его на своей странице в нужном месте. Их можно двигать, менять местами между собой. А вот список инфоблоков перед вами. Самый большой плюс у Tilda – она русскоязычная, создана русскими учеными, программистами, сторителлерами. Вот несколько инфоблоков, причем их сейчас, эта информация на начало года, к концу года шаблонов стало намного больше. Это даже не весь список, но вот основное. Вы можете выбирать себе инфоблоки, начиная с обложки и заканчивая подвалом. Подвал – это вот последнее, что мы видим на сайте. Там копирайт, например, или какие-то другие значки, переходы в социальные сети и так далее. Внутри каждого инфоблока вы встречаете много-много шаблонов. Часть из них платная, часть бесплатная. Для, например, заголовков, изображений, вот прямая речь колонки – это все отлично работает, тут даже бесплатного хватает. Единственное, что меня немножко не радует в тильде бесплатной, то, что здесь встраиваемые объекты – это за дополнительную плату. Сюда можно ставить бесплатное видео и аудио. А вот, к сожалению, если вы хотите добавить карту или, например, интерактивный плакат, ленту времени, то придется дополнительно оформить платную подписку. Встраиваемые объекты здесь идут за деньги. А так, все остальные возможности, основные, ключевые, они все бесплатные. Если вы только начинаете делать первые шаги в тильде, то можно даже начать не с чистой страницы, а с шаблона. Их здесь достаточно много, и вы можете любой выбрать себе под задачи, просмотреть, если понравился, потом просто редактировать блоки, удалять содержание и вставлять то, что необходимо. Тильда, правда, очень симпатичный сервис. Я когда проводила мастер-класс, вот совсем недавно из всех сервисов, где бы я хотела сделать сайт, я все-таки остановилась на тильде, и мне кажется, это получилось неплохо. Хотя я не профессиональный разработчик, конечно, сайтов, это только второй опыт, но тем не менее. Подписка на тильду, если вы захотите сделать что-то грандиозное, 750 рублей в месяц. Причем эта подписка может быть единичной, и вы можете оформить годовой абонемент, будет немножко дешевле. Я использую единичную подписку, когда мне нужно создать какой-то красочный сайт, вот, например, мастер-класс. Я на месяц оформила подписку и сделала мастер-класс на основе платных блоков, там вот встроенные, например, интерактивные плакаты, это все была платная функция. Большой плюс в чем-то, что когда вы даже отменяете эту подписку, у вас платные блоки никуда не исчезают, они будут работать и будут активные, по ним можно щелкать, все будет работать и открываться. Единственное, что если в тильде вы можете создать 50 страниц бесплатно и объединить их в один сайт. В платной функции, например, если вы выберете бизнес, там можно до 5 сайтов создать. Но вот если вы создадите больше, чем один сайт, после того, как подписка закончится, 4 будет снято с публикации и останется в итоге только один. По истечении месяца работу можно дальше публиковать. Будет работать то, что вы создали, когда вы за нее заплатили, а новые блоки вы уже добавлять не сможете. Если вы создадите больше одного сайта, то все, что больше одного, будут сняты с публикации. Вот такой принцип работы тильды. Вообще там есть справочные материалы очень в большом количестве, и видео уроки по работе с тильдой. Все на русском языке, и все это можно смотреть и использовать. А что касается настроек, здесь они более чем подробные. Кто работал с тильдой, тот видел, что там настраивается практически каждая буковка. Вы можете межстрочный интервал изменять и выравнивание по центру, сбоку, справа, слева, высоту шрифта, его ширину, толщину, цвет, в общем, прозрачность. В общем, все, что только вообще возможно. Сейчас еще и анимация добавилась тоже с большим количеством настроек. Сначала кажется, что это просто караул, и вы можете погибнуть в этих настройках. Но потом со временем, когда вы уже начинаете разбираться в тильде, все кажется не так сложно. Я, например, некоторые блоки просто копировала, чтобы не менять настройки, и каждый раз вручную их не устанавливать. Я просто копировала несколько блоков с одними настройками, а внутри просто меняла содержание. Это тоже, в принципе, вариант выхода. Вот таким образом работает тильда. Классный инструмент, можно использовать под любые задачи. Да, кстати, для виртуального музея это уже отличный вариант. Ну, любой сайт. Там даже и среди шаблонов вы можете посмотреть. Там и интернет-магазины, и воркшопы, и мастер-классы, и бизнес-идеи, и какие-то просто домашние сайты. Вы можете начать с шаблона, а там уже по ходу определиться, какие инфоблоки вам нужны, уже самостоятельно что-то конструировать. Я для своего сайта брала шаблоны воркшоп, мастер-класс, а потом уже внутри удаляла то, что мне не нужно, и добавляла то, что возникает необходимость. Вообще по тильде стоит походить, попробовать, понажимать все кнопочки, посмотреть все возможности, и уже наверняка вы потом без этого не сможете, потому что среди всех инструментов, представленных на сегодняшний момент, тильда, наверное, самая функциональная. А ссылку я дала. Вот она, Project Tilda Masterclass. Сейчас продублирую еще раз. Это мастер-класс, который проводился вот-вот совсем недавно. Кое-кто из присутствующих даже на нем был. Я увидела знакомые фамилии. Вот совсем недавно закончился. Вот на этом сайте он проводился. Но я повторюсь, это не профессионально. Тут можно много к чему придраться. Но вот получилось вот так. Если уже говорить о том, для чего можно использовать лонг-риды в библиотечной практике, я думаю, вы уже по ходу, когда просматривали публикацию, увидели. И, может быть, уже себе представили, для чего это может быть. Рассказывать о книгах, о писателях, поэтах. В общем, любые электронные публикации, любых жанров, о разных событиях исторических или о географических открытиях. В общем, о чем угодно можно рассказать в лонг-риде. Главное, чтобы тема была вам интересна и вы в ней хорошо разбирались. У вас было много материала для того, чтобы погрузить читателя в историю. Не просто ему ряд фактов выдать, как в Википеде, а что-то действительно создать интересное, необычное, интересным языком написанное и погрузить читателя в вашу историю, заинтересовать его, чтобы он дочитал до конца лонг-рид. Это самое главное. Лонг-риды можно использовать, вот уже идея возникла с виртуальным музеем, да, виртуальные выставки, экскурсии, путешествия, все это отлично работает и все это можно делать. Конечно, можно какую-то исследовательскую проектную деятельность организовать и о ней рассказать. Например, вы с читателями какой-то интересный проект провели, почему бы не представить его результаты в каком-нибудь интересном лонг-риде, например, красочном. Ну и, наконец, рассказ о себе, незабываемый о себе любимых, отчеты, портфолио о проделанной работе. Все это можно тоже организовать с помощью лонг-рида. Но вы наверняка и самостоятельно можете несколько идей тут же навскидку предложить, как все это можно использовать. А я в заключении еще две ссылочки положу в чат. Они вам, я думаю, могут пригодиться в работе, вернее, даже я на это надеюсь. Где брать вдохновение? Первая ссылка – это лонг-риды. Я вам частично несколько работ из этого списка сегодня в чате оставляла. Это лонг-риды участников библиотечного конкурса «Точка пересечения», который в 2016 году проводился. Вот было одно из заданий создать лонг-рид по любимой книге или о любимом писателе. Вот что у участников получилось. Вот целая коллекция таких лонг-ридов. Здесь вы можете черпать вдохновение, посмотреть, как библиотекари работали, что они создали, и, возможно, какие-то идеи возьмете на вооружение. Другая ссылка, сейчас я вам еще вставлю одну. Это коллекция работ участников проекта на Вики-Сибириаде «Прометеи российской науки». Там в одной из заданий тоже было создание цифровой истории. И вот, в частности, такие вот интересные истории создали участники. Тоже, может быть, для вдохновения вам пригодится. Примеры учебных пособий в стиле лонг-ридов имеются. Вот мне, к сожалению, не попадались примеры учебных пособий, честно говоря. Потому что в основном, вот все, что я видела, это в основном такого вот характера, ну не сказать, что развлекательного, но научно-популярного, я бы сказала. Вот в виде учебных пособий я пока не видела лонг-ридов. Возможно, если задаться целью, я думаю, можно что-то похожее найти в интернете. Например, в некоторых журналах, интернет-журналах, в частности, могут быть какие-то отдельные публикации. Но вот такого прямо оформленного, конкретно учебного пособия я вот не видела. Если вы найдете, такое учебное пособие будет благодарно за ссылку. Возможно, это будет пример для подражания. Вот лонг-риды я в основном встречала, прежде всего, в журналистских работах. Ну вот для образования отдельной статьи встречала в жанре лонг-ридов, в интернет-журналах. Ну и вот в библиотечной практике отдельные цифровые публикации тоже были. Это все, что я вам хотела сегодня рассказать о жанре лонг-ридов, о том, как можно в нем работать, что создавать. В разделе ресурсы вы можете скачать презентацию, которую я вам сейчас показывала. Плюс там есть дополнительная справочная презентация, 14 онлайн-сервисов для создания лонг-ридов. Сейчас уже 13 осталось. Я один все-таки выкинула из этого списка, вернее, неправильно сказала, убрала из этого списка, потому что он работает неэффективно, он все время зависает. Я решила не огорчать зрителей, поэтому у меня уже 13 их получилось в презентации. Обновленный вариант будет. Буквально сегодня как раз и удалила этот сервис ненужный. Если у вас какие-то еще остались вопросы, замечания, предложения, я вот еще несколько минут с вами побуду в чате. Надеюсь, я вам помогла в работе, чем-то вдохновила. Возможно, материалы вам эти пригодятся. Я очень надеюсь на это. Я думаю, мы не зря сегодня время провели. Если захотите, вы можете прийти на следующий мой вебинар, который уже будет в декабре. Мы будем говорить о виртуальных выставках. Очень интересная тема, огромное количество самых разнообразных инструментов. Я даже пока не знаю, как все это выстроить в одну логическую цепочку, но я очень буду стараться, чтобы вам было интересно. И опять постараюсь вас вдохновить. Много ссылок, много материалов, все это есть, поэтому постараюсь вас не разочаровать. Спасибо вам большое за внимание. Если есть еще дополнительные вопросы, и они возникнут, вы пишите, пожалуйста, по электронной почте, или можете найти меня на фейсбуке. Я всегда стараюсь помочь, если в моих силах помогаю оперативно. Ну, если не в моих силах, подсказываю, где можно найти информацию. Из-за плохой связи интернета выкидывает из комнаты. Как быть? Ну, к сожалению, да, бывает. Если плохая связь интернета, иногда это бывает. Я думаю, можно в записи будет посмотреть этот вебинар. Очень быстро он появится в Директ Академии на канале YouTube. Поэтому заходите, смотрите, делитесь информацией. Спасибо вам большое за внимание. Я тогда отключаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Прополненная комната. Не все даже смогли прийти, кто хотел. Ну, а мне остается с вами только проститься и сказать, что у нас на этой неделе каждый день вебинары. Приходите, будет интересно на наши следующие вебинары. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...